Капитальный ремонт школы в селе Палевица вышел на финишную прямую. Это первое образовательное учреждение Сыктывдина, которое попало в федеральную программу. Пока подрядчики справляются с объемами, местная детвора грызет гранит науки в других зданиях. Причем организовать учебный процесс на время капитального ремонта было так же сложно, как и подготовить проект и попасть в программу. Какие они учебные будни в ожидании новоселья, знает Виктория Палкина. Итак, ребята, сейчас мы с вами будем выразительно читать рассказ «Малька провинилась» и начинает читать Лиза. Проверить технику чтения, выразительность, знание текста. А еще исправить ошибки по математике и выучить правила русского языка. Теперь все уроки у начального звена школы села Палевицы проходят в местном детском саду. Для школьников здесь освободили 4 помещения. Есть музыкальные и спортивные залы. Правда, на уроках физкультуры сильно не разбежаться. На занятиях больше играют. Детям такой формат учебы нравится, но и про нормативы не забывают. А еще все ждут возвращения в родную школу. Там спортзал уже отремонтировали. Даже новый инвентарь завезли. Детям самим интереснее. И когда разный инвентарь, который уже более новый, оснащенный в зал, то им интереснее заниматься и больше возможностей у нас будет. Правда, из-за переезда начального звена в детский сад пришлось объединить малышей в две группы. Теперь это разновозрастные коллективы. Впрочем, такое решение назвали самым удачным. Младшие школьники Палевиц остались в родном селе. А вот среднее и старшее звено ездит в село Часово. Это 40 минут в одну сторону. В этом году еще к двум автобусам школа в Палевицах получила дополнительный транспорт. Два рейса подвозят учащихся первых и четвертых классов, а затем два рейса подвозят учащихся пятого, девятого и одиннадцатого классов. Первую смену. Когда заканчивается первая смена, автобусы развосят учащихся начальных классов, а затем подвозят вторую смену в Часовскую школу. Сегодня пятые, девятые, одиннадцатые классы из школы Палевиц учатся в первую смену, остальные во вторую. Места в школе Часово хватило всем. Правда, пришлось серьезно изменить расписание. Раньше уроки начинались в 8.30. Теперь звонок звенит на полчаса раньше. Конечно, этим занимались. Занимались вплотную, смотрели, пересматривали все. По часовку по каждому классу. По каждому классу. Ну, в принципе, как-то так сложилось, что расписание получилось гибкое, удобное всем. Адаптировались к новым условиям быстро и хозяева, и гости. Пищеблок с дополнительной нагрузкой исправляется. Учебный процесс, как и сам капремонт в Палевицах, под особым контролем районного управления образованием. В будущем, 2024-м, масштабные работы запланированы и в Пажге. Там вопрос, куда размещать школьников на этот период, пока остается открытым. На сегодня действительно 350 детей необходимо будет обучать в другом здании. Для нас это достаточно проблемно. Мы сейчас над этим вопросом думаем и решаем, каким образом организовать. Вообще, капитальный ремонт – это, конечно, очень благое намерение. И, конечно, будет отличный результат. Но надо набраться терпения всеми детям, педагогам и родителям для того, чтобы организовать правильный учебный процесс в это время. Районные власти надеются, что в Пажге, как и в Палевицах, работы будут идти по графику. Здесь подрядчик уже завершил утепление и обшивку фасада. Отремонтировал кровлю спортивного зала, переходов и столовой. На трех этажах проведены демонтажные электромонтажные работы, а также шпаклевка и покраска стен, замена оконных блоков, установка перегородок, устройство полов и подвесных потолков. Заканчиваются отделочные работы на первом этаже и в пищеблоке. Параллельно завозят новую мебель. Федеральная программа, которая первоначально была направлена на капитальный ремонт школ, сегодня расширила свои границы. Москва готова помочь регионам максимально преобразить каждую школу. Общая смета капитального ремонта в Цыктывдинских Палевицах – 73 миллиона рублей. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Цыктывдинский район.